У моего сына подзывной Серафим. Погиб в 15-м бою, в 15-м году на боях под Пеской, накрыла градом. Мужа азовцы поломали полностью. Муж был инвалид, я работала в Азовстале 4 на 5-ю. Мы жили в Старом Крыму. Приезжаю домой, у нас все перевернуто, машины побитые. И нас били, у меня 4 шва на голове. Брови тут тоже. Все. Сука, мать родила сына сепара. Молодые, я говорю, ребята, ну у вас же такие матеря, за что вы нас бьете? И прикладом по голове, я слышу муж, говорит, не бейте ее. Все, потом ничего не помню. Скорая помощь и боялись к нам приезжать, потому что приезжали маскишоу эти вот все. Ну, мужа похоронила в 17-м году 2-го июля. Сейчас я разыскиваю. Они забили его. Они били, переломанный весь был. Ребра поломанные. Никто, ничего. Его не хотели лечить. Мы живем, готовим на кострах. Это очень вкусно. Месяц без света, без нас, без воды. Без воды, да. Ходим, как не знаю кто. Но в целом мы ждем мира уже наконец-то. Сложно я сходка? Сладно. Не, можно. Чей белый лад? Спрашивайте, чей белый лад? Он бедный, вот такой. Скажи, мы вас ждали. Вы бресли. Помахали. Привет из Мариуполя. Скажи, спасибо, что нас сюда до этого вытягивают. Мы надеемся на Россию. Обязательно. Там настоящую жизнь. Не то, что у нас этот клоун Зелинский долбанный. Чтобы ему провалиться, падла. Загубил весь такой город. Загубил. Разве можно так? Мы жили мирно, нормально. Ему предложили. Сдайся, скотина, сдайся. Все партии. Это все украинские власти. Только они, только они. Больше никто. У нас тут весь народ на них. Украина сделала Мариуполь. Она нас превратила в камни. Она нас живым щитом выставила. Мы были заложниками. Мы уже третий месяц так живем. Я говорю, но трубы валяются. Вот видите, что это называется. Что это такое? Это жизнь называется. А они поумотали на шиншиллы, на маншиллы, на свою. Поумотали. Обворовали нас. Ни пенсии, ни денег. Ничего нет. Ничего. Спасибо, он ребята нас выручает. Вот приехали. ДНРФ-цеприт. Морпехота вот эта российская. А чеченцы это вообще золотые люди. Золотые люди. И вот они нам стали помогать. И стали давать нам и вода. Ну, там, по мере возможности, вот с Новоазовска привозят нам. Пайками вот делятся нам. Вот, вот как мы выжили. Я не знаю, как будет, что дальше. Но это страшно. Это страшно. Это Армагеддон у нас. Армагеддон. Врагу непожелаем этого. Передайте всему миру, что издеваются. Покажите наши дома. Это не правительство. Еще он слуга народа. Чем ты служишь? Чем ты служишь народу? Чем? Разговорами. Сволочь, ля-ля-ля. Воровал и уехал. Бросил нас на произвол судьбы. Да не нужен нам такой президент. И не нужны нам ни депутаты такие. Я не знаю, ну как можно дружить с Англией, с Францией. Зачем вы столько оружия сюда поставили? Специально, чтобы нас убивать. Это что такое? Фашисты, хуже фашистов. Хуже фашистов. Я бы и сама разорвала бы на части. И вот засели в заводе и сидят, они вылазят. А людей в заложниках держат там, в подвале, в этом заводе. Ну вот этот Азов, вот они тут были, эти фашистюги. Они же когда приехали, в 14-м году несколько ребят горло перерезали. Вот подходил парень и говорил, что тебе здесь надо? Ну, оно же мирно, дружно, все. Раз, и все. Без суда и следствия. Как, на улице бросили? На улице. Да, на улице. Я не знаю, как там, но я за левый береговорю. Человек пять, это точно было. Это то. А девок как насиловали? Хуй. Они считали себя тут королями. Королями считали себя. Три школы забрали. Там двор так и три школы. Вот 61-я, 62-я. Я в 62-й школе училась. У нас было 50 лет, ну, как бы встреча была. Они обнесли это все забором таким, ну, железным таким забором. Мы подошли просто, как бы, ну, в школу нашу к классу. А он вышел и говорит, а ну-ка пошли вон отсюда. Как отсюда? Нам 50 лет, ну, сколько нас тут осталось? Тут камеры. Здесь, это, это, какая-то зона, как-то он сказал. В общем, короче, иначе стрелять будем. Нормально? Это нормально? Два года назад было такое. Еще никто, мирно мы жили, все. Я говорю, как тебе не стыдно? Ты пришел сюда, это моя школа, мой класс был. А вы взяли уже и окна, это, кирпичами позалаживали. Ну, на свой лад все поделали. А взяли парня, распяли на кресте и подожгли, ничего? С Азовом-то за история приключилась такая? Ну, они сюда нашли, в первый подъезд наш. И начали в двери стучать к нам, выламывать, кто не откроет, там, я не знаю, выбивали дверь. У нас дверь такая, более-менее жилетарическая. А потом, когда начали сильнее уже стучать, я думал, прикладами. Дело в том, что у меня просто флаг военно-морской, я служил в Севастополе. Я 8 лет не мог его никак показывать. Ну, думаю, плюс то, что георгиевские ленточки у нас с 14-го года, мы когда в Россию ездили, кумавянам давали, чтобы мы раздавали. Ну, потом мы решили с супругой бежать, потому что люди, они неадекватные, наверное. Думали, с прокуратуры там, с той стороны, мы со второго этажа прыгали вниз. Но супруга не удержалась, и упала, иначе она там головой вдавилась, повредила копчика. Но остались живые и убежали. А ломились-то именно к вам вот, или все-таки во все двери? Во все двери, во все двери. Им нужна была точка обзора вот этого дома, то есть туда и проспект. Им нужны были точки обзора. Они вот здесь прятались, заседали, но руководил ими такой, я не знаю, чи наемник, чи я не знаю, но бородатый такой, рыжий. Он конкретно расставлял точки. Как вы знаете, что Азов там, по шевронам, то есть видели их? А их видно. Они же сразу отличительные от ВСУ. В ВСУ там, ребята, ну, понятно, что, но они их держали. Говорят, ВСУшникам им не давали сдаваться, потому что бомб стрелять. А флаг-то что хранили с георгиевскими янточками? Я служил под этим флагом три года. Сейчас вы достанете, наверное, 9 мая? Конечно, конечно. А мы 9-го будем браться? Нам бы пораньше. У нас Путин с Медведем флаг есть, поэтому мы очень сильные. Это мы тогда в 14-м, когда он еще был, флаги эти были, Путин и Медведев. Поэтому у нас было, я думаю, в живых нас не остается. Просто, например, переживать очень за супругу. Я понимаю, ну, меня там, ну, что могут сделать женщины, это все непредсказуемо. Потому что у нас говорили, как они издевались, что на аэропорт-то они там тюрьму делали. Поэтому страшно. Вот, родные. Да, и я разъеду, это флаг, не знаю, не помню. Да, я плачула со страха, флаг. Ну, да. Вот, ну, это наш Ильичевский флаг, который у нас был. До Мединвеста до этого. Ну, можно срок получить, да, в современном Украине? Да, 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 да что, это очень, тем более в период России это было. А где герб? Сейчас герб, вот он, герб, вот он. Мы все просто послаживали, что... Это герб. А в плах, ребят, спрятала так, что я сейчас не вспомню, куда я спрятала. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Людмила, ну, и по отчеству Ивановна. А фамилия? Содно. А какого года рождения? Я 44-го года рождения, 14 сентября. Мы часто встречаемся с тем, что мариупольцы рассказывают, что украинские военные, они в том числе занимали, там, первые этажи, организовывали в домах, вот, боевые домики. Да, да, один дом, один дом. Точно это, один дом, у нас есть такой красивый дом, строил его. Я ж баш, как бы, там люди жили. Пришли украинцы, выселили их в подвал, а сами заселились и жили, ну, сколько, три, сколько же они там жили. Чем две или три недели. А потом они, кто-то их или, ну, в общем, я не знаю, их не в работу, как они, вышли сами или кто-то вылинул. Но уж их оттуда, уже их там нет. Военные, украинские военные. Да, военные. А не знаете, они оттуда стреляли, не стреляли? Этого я не могу сказать. Что они знают, я никогда в жизни не буду говорить. Украинские заняли эту позицию. И уже, как бы, они стреляли в этих русских. Вот это тоже я знаю. И попадали потом? Ну, конечно, попадали. А там были мирные жители. В моем доме даже есть люди, которые мне это рассказывали. А что они рассказали? Они сказали, как мы видели четко, как украинцы стреляли в наш дом. То есть украинцы стреляли по мирному дому? Да, по мирному дому. Это да, мне рассказывали. А кто рассказывал, не помните? Мой сосед там, но выше. Я же на первом живу. А как звали соседа, хотя бы ее? Саша. Саша. Еще раз, Саша что говорил? Могу Карташов сказать. Саша Карташов. Что вам рассказывал ваш соседка Саша Карташов? Он сказал, говорит, ну ты процедаешь, говорит. Ну как, вот это укропы или как это? Украинские войска, да? Вот они стреляли, я видел, как они стреляли в наш дом. Я как бы был в ужасе. Но он на 4 этаже, он видит все. Это я, на первом, не вижу. Потому что напротив школы у нас не видно. А ему было все видно. Ну вот так он сказал, я не знаю. И он прямо так и рассказывал, что уверен, что украинские войска? Уверен, на 100%. Я не обманываю. Вот как он мне сказал, можете его увидеть там, если приедете. Приедете и посмотрите. Вы одна у вас есть, дочка есть, дочка есть, дочка. Вы не хотите погибнуть? Нет, это моя родина. Вы хотя бы на время? Нет, нет, я тут родилась. Я пятое поколение тут живу. Вам не страшно? Страшно. А что делать? Бомбят день и ночь. Наши братья украинские, так называемые. Слышите? Вот так вот, день и ночь. А звук, говорят, тут еще засел. Засел стали там вот как раз, где мы родному подруге. Не знаю, сегодня выбьют их, не выбьют там. Сегодня в шести утра начали. И там страшно. И не знаем, куда идти. Все. Тупик. Нас бросили. Этот уехал. Чумо наше. Мэр. Первый же день. Водчинка. Все. Бросили город на произвол. Никому мы не нужны. Ну, гуманитарку оказывают. Да. Да, да. Нет, нет. За это я ничего не говорю. Оказывают. Ну, что, воду жмем с самого утра. В этом позвали бабушки. Дедушка парализованный наверху, мы не смогли его спустить. Бабушки, соседка вот эта, мы с мужем. Дети выехали на третий. Ну, когда и туда начали. А летело все на третий. Вот отсюда. Вот тут стоял там. Вот тут стоял. Вот так техника стояла. И они хреначили прям по домам. Никакой здесь России не было. Мы это все видели. И я еще хочу сказать. Вот просто, чтобы это все услышали. Сначала запускают людей туда. Разрешали брать все. Ну, кроме спиртного. Люди голодные. Они голодные были. Люди брали продукты. А вояки брали золото, шубы. Потом резкий звонок. Они сворачиваются. Люди за ними не поймут. И через 20 минут туда прилетят. Разбили. Фухна. Это что, Россия предупредила? Ну, все все знают. Люди когда кушать, да, ходили кушать. Люди искали. Они уже брали остатки. Если действительно мариупольцы, они брали остатки. Но так их потом записывали у мародера. А мародеры были. Наши защитники. Мародеры. Люди на кострах все варят. Заезжают прям техника. И начинают по 17-му. Хреначить. Хреначат, хреначат, хреначат. Люди уже бедные. Они просто вот так пригинались. Потому что мы боялись, что приедет. И правда вам хочу сказать. Знаете, как российские самолеты звали? Врачи летят. Мы их не боялись. Потому что мы знали, что они хотя бы отобьют эту нечисть чуть-чуть. Боялись не самолетов. Потому что они защищали нас. Мы знали, что они не могут. Они же между нами прятались. А боялись вот этих тварей.